Пожалуйста, прошу любить и баловую. Добрый день, дорогие друзья, дорогие коллеги. Я поздравляю всех нас с этим праздником, с 15-летием форума славянских культур. Вы знаете, что он был создан в инициативе двух президентов в 2004 году, и за это время прошел большой путь. Большое количество мировых реакций, интересных инициативных проектов, инициированных этим форумом в рамках всех стран, входящих в этот союз, в этот форум. И, конечно, особенно приятно, что такой операционной площадкой, офисом этого форума в России является на нашей библиотеке, библиотека иностранной литературы. Мы находимся в центре славянских культур, который не просто является помещением, в котором проходят те или иные события. Центр славянских культур активно включается во все ключевые проекты форума славянских культур, и вы знаете эти инициативные проекты. Это исток славянских романов, и экскурсионные маршруты, экскурсионно-просветительские маршруты в рамках форума. Так вот, мы сегодня обсуждали с руководством форума перспективы сотрудничества, и с уверенностью можно сказать, что мы выходим на новые горизонты. Мы говорим не только о том, что мероприятия и проекты будут затрагивать страны, входящие в форум славянских культур. Мы сегодня говорим о том, о таких проектах, которые будут выходить за границы славянских стран, и будут продолжать диалог и продвигать культуру славянских стран в других странах. И для нас это очень важно, потому что библиотеки сегодня, и мы видим в этом новую миссию библиотеки, библиотеки сегодня должны стать именно площадками межкультурного диалога. Вне зависимости от той политической и экономической конъюнктуры, которая складывается в мире, мы глубоко убеждены, что диалог должен продолжаться. И это в первую очередь диалог культур. И библиотеки как раз становятся такими площадками, на которых этот диалог возможен. И форум славянских культур – это та большая рамка, тот большой международный проект, который позволяет в том числе библиотекам в новой роли раскрыться. Дорогие коллеги, с праздником вас! Начало больших праздничных мероприятий! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Владимир Владимирович, если можно, я прошу произнести приветственное слово чрезвычайно полномочному послу Республики Словении в Российской Федерации в рамках «Раковец». АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИ ДАНИ ДАНИ ГОЗПОДА и, хочу отметить, Слово-Словения, была одной из инициатов его создания. Об этом хочу вспомнить сегодня, когда мы окончаем мнение славянской присоединенности и культуры. Прошадка форма дала нам возможность объединять усилия по продвижению современных достижений культур и науки славянских народов, а также поговорить о богатом культурном наследии славян. Многие программи и проекти форума включают третий фестивал славянских культур, славный ден иностранки, заведевали популярность. Участие в них манаджожно аудиторию, залог того, что грани поколение знания, умения и мудрост, и поколение славян не будут переданы заплению. Из этого источника ждать чувство рациональной горпости и любви к своей стране. Так же еще раз всего самого доброго и успехи и удачи. Я надеюсь, что все вместе будем стараться, что форум славянских культур дальше будет жить. И еще раз поздравляем с праздником. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мне очень приятно сегодня сказать о том, что правительство Москвы не стояло в стороне от создания Центра славянских культур. И одной из основ создания этого Центра была Библиотека Украинской Литературы. Поэтому очень приятно, что в иностранке находится очень много экземпляров книг на украинском языке. Так получилось, что сегодня прекрасный праздник. Международный день защиты детей. Я уже посетил два мероприятия. Первое мероприятие на Воробьевых горах. Мы подводили итоги детского фестиваля национальных культур «Мой дом Москва». Почему «Мой дом Москва»? Потому что вы знаете, что в Москве проживают представители более 160 национальностей. Нам очень хочется, чтобы и дети, и взрослые дружили, помогали друг другу. Наш дом был теплый, уютный и мирный. И я должен вам сказать, что на сегодняшний день мы гордимся той обстановкой, которая царит в нашей столице. После подведения итогов я уехал на турнир, междунациональный турнир по футболу. Там лидирует сейчас сбор на Нигерии. Представляете? Играют азербайджанцы, армяне, узбеки, татары. Это очень здорово. После этого мероприятия я уеду в парк Коломенское. Там проходят Карельские, Карелия. Праздник Сампо. А после этого праздника я поеду на другой праздник. Называется День Бабушки, который Чувашин берет. Поэтому у нас очень много мероприятий. И самое приятное, что у нас есть Центр Славянской культуры. Мы рассчитываем на то, что благодаря работе Центра то направление, которое мы взяли по реализации стратегии национальной политики, будет полностью реализовано. Спасибо вам за работу. Мы всегда с вами. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Сергей Иванович. Я прошу, сейчас у нас начинаются подарки, поскольку все-таки у нас 15 лет форума славянских культур. И посольство Харватии Айрабердю приготовило нам один из них, очень ценный подарок. Я передаю слово заведенному посланнику Майе Павлович Печне. Спасибо. Значит, я, во-первых, хотела бы поздравить полный славянский форум культур с тем, что он с его 50-летием. Чуть-чуть тяжело сказать. И хотела бы в честь этого юбилея в нашем родном Центре славянских культур передать подарок в Министерство культуры Хорватии. Это книги на хорватском языке. Здесь у нас грамота дарственная и в Министерство культуре, и мы должны. И в мое время, в Министерство культуре, это очень важно. Аплодисменты. Аплодисменты. Спасибо большое. Очень рада сегодня присутствовать здесь от всей души. Хочу поздравить с 15-летием форум славянских культур. Мы знакомы как-то заочно, но мы теперь наконец лично, потому что, собственно, наш российско-польский центр с одной и с другой стороны относятся к славянским культурам. Поэтому, я думаю, у нас большой потенциал для сотрудничества, и мы сможем найти большое количество интересных, активных, ярких, молодежных проектов, которые будем реализовывать вместе. Собственно, может быть, как раз-таки, хотела несколько слов сказать о НАРС, о фонде, российско-польский центр диалога и согласия. Собственно, мы как раз-таки и нацелены на проведение взаимных культурных, гуманитарных, образовательных, научных, спортивных, молодежных мероприятий между представителями наших стран. Я думаю, некоторые из них, наверное, даже вам известны, потому что самые крупные из тех, кто мы поддерживаем, это кинофестиваль российских фильмов в Польше, с пунктом как на Польше, и, соответственно, аналогичный кинофестиваль польских фильмов, который буквально несколько дней назад как раз завершился здесь в Москве, Висман. И, соответственно, вот недавно мы лично познакомились с Центром славянских культур и с директором, и договорились о том, что хорошей идеей было бы провести школу молодого переводчика, российско-польскую школу молодого переводчика, которая у нас намечена на сентябрь месяц. У Центра в этом есть большой опыт, я так знаю, проходила успешно российско-болгарская школа, а у нас, собственно, как и у Центра тоже есть контакты с польской стороной, поэтому надеюсь, что этот проект станет очень успешным. Там уже мы запланировали насыщенную программу, которая в этот сунваре и разбор современной российской литературы, и разбор современной польской литературы, встречи с писателями, и практические занятия у ведущих переводчиков как с российской стороны, так и с польской стороны, поэтому полагаю, что вот это вот такой будет первый шаг на пути нашего долгого и успешного сотрудничества. Еще раз поздравляю, еще раз большое спасибо. Ну что, покорение, не забывай, еще раз, ну, и боже мой, поэтому мы тоже проводим научные конференции, и открытые любым инициативам, в том числе тоже. Спасибо. Большое спасибо Александру Евгеньевну, действительно для нас тоже подарок, да, такая школа, от фонда, спасибо большое. И теперь с нами, к нам присоединилась временная поверенная в делах республики Северная Македония, Аливера Чоржерста-Димовска, наш новый и речо любимый друг, тоже с подарками. Спасибо. Убрежали ми и драки приятели, драки, ценети, любени и близки приятели. Со голема чести за дописло, дојдямо и до вас. На овој убав голем ден, юбилеем, 15 години от формиранијата на фондот за словенските культури, кои што символично се совпаѓа и со денот на зашто да, на право да, на бец. Дорогие, уважаемые друзья, для меня особенная честь присутствовать здесь, столь знаменательный день, когда празднуется 15-линий юбилей форума. И я думаю, это символично, что он совпал с таким важным праздником, как День защитный день. Кога пристигнах во Москва, едно од првите работи, кое што ви беше кажано, е тоа дека фондот за словенските культури, на словенските культури тука во Москва, вложува голем напор, голема любов, посветува многу големо време за промоција на словенските культури, не само во Лусија, току и широк во свето. Как только я приехала в Россию, мне сразу было сказано, что Центр славянских культур, форум, вкладывает большие усилия в культуру славянских народов и культур, и вкладывает любовь, и развивает, популяризирует нашу культуру. Со цел, со желба, да дадеме макар мал придонес во нивната работа, која што се надевам дека ќе биде во нанетниот период за едвичка, Амбасадата успеа да обезбеди 75 книги од македонски автори, дел од нив преведени на руски јазик, дел преведени на английски јазик, кои што ги подаруваме на библиотеката, и ветуваме дека ќе искористиме сегуа можност и во еднина прилика да подариме уште книги, и не само книги, може би да подариме и копии од фрески од нашите манастири, сега поклонуваме само една од фреските во фреските манастири, што значи дека ќе се потрудиме сите оние кои што сакат да се запознаат со македонската култура и уметност, збор, да дойдат и да имаат таква можност. Желаю со своей стороны также внести свой вклад в данную работу, и мы надеемся, что эта работа будет совместна. Мы сегодня от всего сердца дарим библиотеке 75 экземпляров литературы. Это и переводы македонской литературы на английский язык и на другие языки. Есть среди них также и иконы, и копии фресок, кост-охридских, которые, вероятно, тоже могут заинтересовать читателей библиотеки. И в данный момент сегодня там только один экземпляр такого произведения. И мы надеемся, что и в дальнейшем при любой возможности мы также будем участвовать в таких праздниках, акциях и будем помогать с развивающими нашими отношениями. На крај поздравим вам всите, срдечно. Надо да се заблагодарувам што сте приятели на библиотеката за странска литература, особено на отделението за словенски јазици. Се надејам ге ке ке се гледаме по наредневе три години, и ке ке соработуваме по името и по духот на нашата словенска култура. Се надејам ге ке 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 культур, но сегодня еще день рождения у госпожи временной поверенной в делах Северной Македонии. Я прошу вас поддержать аплодисменты. На праздник подарок от нашей библиотеки вам. Спасибо большое за вашу поддержку и сотрудничество. Это очень-очень большое сюрприз. И к нам присоединился заместитель директора департамента по коммунитарному сотрудничеству и правам человека, чрезвычайное полномочное послание второго класса. А кроме того, один из основателей людей, который был при основании форума, очень много лично сил и души вложил в это дело, наш замечательный Михаил Владимирович Корев. Пожалуйста. Уважаемые дамы и господа, мне заставляет большое удовольствие у меня удостоверен огромной чести принять участие в сегодняшнем важном событии. Министерство очень важное, потому что оно связано с большим событием, а именно годовщиной, 15-летием создания уникальной организации, международной и правительственной организации форума «Советский культур». Я был достроен чести принимать участие в учредительной конференции форума, которая состоялась в 2004 году в пригороде прекрасного города Юбляна, столице Словении, в присутствии министров культуры славянских стран. Это было действительно эпохальное событие. Создана организация, которая объединила людей доброй воли с культурно-общественностью славянских стран с целью укрепления культурного наследия наших стран, укрепления культурного наследия, укрепления культурной идентичности в условиях глобализации славянских стран. И этот форум проводит огромную работу именно в этих благородных целях. Это и концертная деятельность, фестиваль, и конференции, и издательское искусство, самое разнообразное. Учердены новые маршруты, это культурные маршруты, это сотрудничество с международными организациями, в частности ЮНЕСКО. Проводится огромная, еще раз говорю, работа, и это радует, потому что тогда, когда мы объединены одними общими целями, благородными целями, то мы действительно можем создать хорошую основу для укрепления взаимопонимания и мира на нашей планете. Я хотел бы особенно обратить внимание на то, что здесь присутствует директор форума славянских культур, представитель славяния, госпожа Андрея Рихтер. И без малейшего преувеличения, хотел бы сказать, что во многом благодаря ее усилиям, ее мудрости, энергии, форум работы, действует и существует. У нас ее перевод, да, я не понял, я говорю много. Они все понимают, все понимают. Да, ты меня понимаешь, самое главное. Вот еще раз хотел бы воздать самое вот такое должное и боброе. Госпожа Рихтер, пожелать ей успехов, здоровья, счастья и много-много сил для того, чтобы и дальше подбегать форуму славянских культур. Естественно, хотелось бы еще акцентировать внимание на одном важном-важном таком вот событии, потому что два года назад здесь был открыт великолепный центр славянской культуры. Как представительство форума славянских культур был запущен пилотный проект, я бы сказал. За этим последовало открытие такого же центра в столице Сербии в городе Белграде. И мне хотелось бы от всей души поблагодарить руководство Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы за их усилия, за все то, что они сделали. Сделано тоже очень много вот для этого благородного дела. Ну, естественно, пользуясь случаем, я вот, к сожалению, только сейчас узнал, что уважаемые временные появления в делах, такой важный, так сказать, тоже день. Сегодня хотел бы вам искренне присоединиться к поздравлениям и хотел бы пожелать всем присутствующим хороших впечатлений, ярких впечатлений, всего самого доброго и активного включения в работе в промо-славянскую культуру. Спасибо. И я предоставляю слово просто филической женщине, замечательному человеку, руководителю, в душе, председателю региональной общественной организации «Национальная культурная автономия Беларусь и Москвы», заместитель председателя «Федеральной национальной культурной автономии Беларусь и России» Олег Анатольевне Тужелкиной, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день. От имени белорусов Москвы, в первую очередь, я сердечно поздравляю с 15-летием форума славянских культур. Я должна сказать, что у нас уже два года становилась очень тесная связь непосредственно с Центром славянских культур. Мы подписали соглашение с библиотекой иностранной литературы о культурном сотрудничестве. И в этой связи у нас уже за два года накопилось много хороших дел, которые мы совместно провели с Центром славянских культур. Это и месячники белорусской культуры, это мы проект «Белорусская скабничка» осуществляем, и разговорный белорусский клуб. В общем, у нас очень много идей и проектов, и надеюсь, что все это будет у нас притворяться в жизнь. Тем более с новым руководством. Мы вас поздравляем. И сегодня очень приятно, что славный день, третий фестиваль. Хочется пожелать этого фестиваля успехов, чтобы как можно больше москвичей посетили эти мероприятия замечательные, которые намечены в вашей иностранке. И чтобы как можно больше людей, москвичей, именно узнавало славянскую культуру и сплачивалось вокруг именно иностранки нашей. Она как бы стала центром. Поэтому всем успехов, всего самого доброго и до новых встреч. Я передаю слово исполнительному директору Института перевода Евгению Николаевича Резниченко, который и словом, и делом, и морально, и материально поддерживает различные начинания форума славянских культур. А кроме всего, Институт перевода является, так сказать, гарантом участия Роспечати во всех проектах форума. Пожалуйста, Евгений Николаевич. Добрый день, уважаемый Николай Юрьевич, уважаемый господин посол, уважаемые представители корпуса, дорогая МРЭР. Поздравляю всех с днём рождения форума славянских культур. Я представляю институт перевода, также издательство целых книг Родомино. Для меня эта история началась в 2010 году, когда Екатерина Юрьевна Гениева обратила внимание на южных славян. Была прекрасная встреча в Любляне со Славко Преглом. И, собственно, это послужило толчком для открытия нескольких книжных серий литературных. Это был новый болгарский роман, это был славянский глагол. Сейчас эти серии напомнились «Сербское слово», «Бакедонский роман 21 века». Институт перевода, который я представляю, является куратором замечательного проекта форума славянских культур, который называется «100 славянских романов». Мы курируем этот проект на территории России. И также оказываем поддержку переводам русских писателей в славянских странах. Ну, кроме того, родился я в Украине, служил я в Белоруссии, любимый город Любляна. Болели мы в прошлом году за хорватов. Ну и так далее. То есть, как бы, наша дружба, наша дружба неизбежна. И для того, чтобы в этой дружбе было некое материальное подтверждение, я вот держу в руках, в известном смысле, это обексинь, то есть долговое обязательство. Вот, его называется он «Сертификат». Значит, это сертификат победителя международного творческого конкурса для детей, студентов-славистов в славянских странах «Славянский мир глазами детей». И вручаем мы этот сертификат победителю второго общеславянского этапа за лучший перевод. Причем наш победитель победил в двух номинациях. Это перевод на русский язык, сербского языка. Победитель занял первое место. А также победитель получил приз зрительских симпатий. И самое интересное, что это даже не победитель, а победительница. Это Аида Жавдатовна Фатахова из города Ижевска. И победитель конкурса награждается трехдневной учебно-практической поездкой в Сербию. За счет института перевода. Если нет, вот тогда я Юлия Анатольевна. Как гаранта. Как гаранта, да. Поездки. Я, кроме того, здесь хотел бы еще отметить двух очень важных людей для иностранки, которых многое связывало с Екатериной Юрьевной. Буряна Ангела Киева, директор в недавнем прошлом Болгарского культурного института. Павел Васил. Дай Бог ему здоровья. Это, собственно, был такой первый сигнальный проект большого, тотального сотрудничества двух стран, двух министерств, двух институций. И как бы вот первые какие-то и наработки, первые какие-то ошибки, все это учитывалось для того, чтобы продвигать взаимоотношения с другими странами. На этом я обращаюсь с вами. Я исчезаю, поскольку Россия, это, к сожалению, не наша территория, не территория института перевода, поскольку институт перевода продвигает русскую литературу на иностранные языки. Поэтому будем встречаться в Болгарии, в Польше, в Покедонии, в Мои любимые любляния, в Арбахии. Всего вам доброго. Большое спасибо. И, собственно, с нами сегодня здесь, в зале, советник посольства Республики Болгарии в Российской Федерации, в ее директора Болгарского культурного института в Москве Буряна Ангелакева. Но она хранит сегодня молчание. Она будет выступать в 4 часа, чтобы... Мы будем читать Пушкина. Мы будем читать Пушкина все, обязательно. Это более чем ответственно. И сейчас я предоставляю слово директору Словацкого института в Москве, Соне Гонзаловича Вайкубову. Пожалуйста. Мы сегодня только с Соней познакомились. По-моему, у нас хорошая перспектива. Здравствуйте. Я здесь, в Москве, три месяца. И потому... Извините, мой русский язык. Мне... Моя коллега дала текст, потому что я этот текст, эту сказку... Сказку могу читать по словенскому языку. Могу? Могу? Не сейчас. Не сейчас? Нет. А потом? Да. Сейчас мы просто рады, что Соня с нами. И действительно, это гарантия того, что мы будем очень плодотворно и хорошо сотрудничать с новым руководством Словацкого института в Москве. И, Соня, мы уже получили ваше приглашение 20 июня. Мы обязательно будем на этой встрече. Словацкий институт собирает все организации, которые хотят вместе дальше продвигать наши общие ценности. Спасибо большое, Соня. Потому что я на Словакии работала с детьми из всех школ в Словакской республике. Я бы хотела тоже для моей работы делать такую работу. Потому что моя коллега, который здесь был, в Москве, у него были выставки картинок и концерты. Я бы хотела сделать дружбу с консерваторием, где уже я была у вас в двух консерваториях. И поэтому теперь, 5. июня, будет у меня концерт с консерваторием Квартета, который приходит к нам на сцену и будет играть. Я вас приглашаю к нам, чтобы вы могли к мне на Словакский институт приехать. Это 7 часов вечером. И я вас поздравляю, как бы у вас было свободное время прийти к нам. Спасибо. И сейчас я на еще одну приветственную речь, прежде чем будет ответная речь, предоставляю спич-райтеру, руководителю и консультанту отдела протокола управления страновых программ Федерального агентства Россотрудничества Натальи Алексеевне Кулешенко. Без Россотрудничества очень многое в нашей жизни было бы сложнее. Пожалуйста. Спасибо. Вот это очень ясно. Позвольте поздравить фронт с юбилеем и передать наилучшие пожелания от наших руководителей, руководителя руководителя Россотрудничества Петропановой Леонидовой Агентиновой. Она всегда очень тепло отзывается, попка Андрея Рихтера и говорит, и рассказывала, что вместе с Андреей стояла у истоков этого фестиваля. Процветание фестиваля и таких же плодотворных ярких встреч. Спасибо. Большое спасибо. И я с особым удовольствием теперь преддаю образы правления нашей особой гости, нашей замечательной директору, между прочим, форума славянских культур, приезжающим специально из Леонидов, Андрея Рихтера. Спасибо большое, дороги друзья, дороги господа, дорога Лилия, Агент Михаил, а так на пребу в Словенско. Добрый день, добро дошли. Морам по Словенско говорити, сейчас мы в центру слованских культур. Красно и билоски, шати македонский язык, сегодня словошки. Словански, словенски. Ми речемо словашки. Слово, если вам это словенски. Найлепша хвала за вса дарила о 15 летнице. Хвала Хрващка за чудовите книги. Наше главно уредница збирке 100 romanов е Доброка Чурич Немец, ки скрби за нашу збирку и резнично хвала все дно. Хвала за все те красне, иконе, и неназадне каталоге, ки бодо красили тукай то книжнице. А ме кай разумете? Все. Ме разуме. Мене, ме ни мое. Мене понемайте. Мене понемайте. Форум слованских культур не би деловал, не би имел толико результатов, че не би имел толико красних льдей тукай пред мно, ки со з нами. Господ Хоров, драги Михаил, Майкл, хвала за всо подпоро от всега зачетка. От лета 2002-2004, ки е било уравно. Хвала гостеми Трофанови, ки била з нами пра в токол 2-3, 2-4 и вса лета за то подпоро. И на се веда, хвала за та чудовити центр. К'яте, Юлия? Юлию всебно и ненему приятелству з всеми красними автори, ки нисо само в Словени, а напак со на Хрващке, в Срби, в Северни Македонии, на Словащке, в Болгарии, русские приятели и не представим другим приятелям. Он очень бежал на земную бумагу. Аплодисменты требоваться чутка. Спасибо. Ну, снова самой теплой благодарности всем тем прекрасным людям, которые участвуют в работе этого Центра. Форум славянских культур не достиг бы таких результатов, если бы не было вокруг него столько замечательных людей. Это и господин Корев. С 2002 года мы с ним сотрудничаем в взаимодействии, официально с 2004 года. Мы благодарны госпоже Митрофановой за всю поддержку, которая нам оказывалась годами. И, конечно же, благодарим за этот чудесный Центр. Я встречаю Юлю на улице Любляны. Она в сопровождении какого-нибудь из видных авторов. И это она мне представляет этого человека. Собственно, Юлия прекрасно знает и авторов из Форватии, Сербии, Северной Македонии, Белоруссии, Словакии, из других стран. Ну, а когда я иду по улицам Москвы и встречаю здесь Юлию, я ей уже могу представить своих попутчиков и своих друзей. И это прекрасно. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... 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 Анна Артемюк. Мы переходим по второму этапу. Второй этап за первое место в конкурсе в категории переводы на украинский язык. Дарья Галиченко. Награждается за второе место в категории переводы на русский язык Мария Кузьмина. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и еще раз я вот в присутствии свидетелей показываю сертификат победителя в втором общеславянском этапе переводы на русский язык сербского языка и призрительских симпатий. Аида Жавдатовна-Фатахова из города Ижевска, которая, мы надеемся, поедет благодаря институту перевода в страну языка на три дня. Большое спасибо Евгению. Дорогие друзья, мы наградили только деток, которые смогли до нас доехать. Детей из 11 стран, это очень такая кропотливая работа, мы всех обязательно поздравим. А сейчас я вас всех приглашаю спуститься на публичное чтение. А где у меня бумажка? Ага, извините. У нас появился новый проект с телеканалом «Детский». Большое спасибо коллеге. Это тоже такой для нас сюрприз. Мы буквально познакомились в течение последнего месяца. Вера Кузнецова, продюсер телеканала. Прошу вас. И у нас обязательно замечательный новый проект. Действительно, подарок для всех нас. А самое главное, он как бы вытекает из этого конкурса. Пожалуйста, Вера. Здравствуйте. Я, во-первых, хочу присоединиться к поздравлениям с 15-летием фондом славянских культур. И, во-вторых, хочу поздравить всех родителей и детей с Международным Днем Защиты Детей. Потому что для меня, как для режиссера телеканала «Детский» это, в общем-то, профессиональный праздник в какой-то степени. Нам было очень приятно, что Центр славянских культур позвонил нас в жюри. Мы выбрали же двоих победителей. И им будут направлены грамотность нашего телеканала. Мы все редакции с большим удовольствием читали работы. И мы третий этап тоже смотрели. Смотрели рисунки. Вся редакция была в восторге. И еще раз мы убедились, как много талантливых детей, любящихся в свою культуру, проживает в славянском мире нашем. Сегодня завершается второй этап конкурса «Славянский мир глазами детей». И сегодня 1 июня, каникулы, День защиты детей. Мы, как лицатели канала «Детский», хотели бы объявить о начале другого конкурса, скажем так, «Славянский мир глазами детей-2». Только теперь это будет конкурс не письменных работ, а конкурс видеоработ. Наш канал, нашего канала «Миссия просветительская», мы проводим политику многокультурности, многонациональности. И нам всегда приятно, когда дети из разных стран присылают свои видео, свои видеоработы, рассказывают о своих местах, где они живут, о своих городах, странах. И мы бы хотели, чтобы зрители нашего канала познакомились с культурой других стран. И даже, не только стран, а даже городов России, потому что дети, которые живут в Москве, они могут не знать, что... Даже Калуги, которая находится, в общем-то, не так далеко. Мы объявляем конкурс, который продлится, премьер, продлится до 31 августа. Все подробности можно здесь прочитать на сайте Центра Советской Культуры. Да, я это занимаюсь, что я говорю. На сентябре мы ждем заявок, ждем талантливых ребят. И надеемся, что у нас все получится. И это будет не последний наш проект, который мы с Органским Центром Советской Культуры организовываем. Спасибо.